Равнение на героя. Первая кадетская школа на Ямале стала именной. С этого дня она носит имя Героя России Владимира Ильича Шарпатова. Почетного звания летчик был удостоен в 1996 году благодаря проявленному мужеству и стойкости при побеге из плена. Будучи командиром самолета Ил-76, он сделал принудительную посадку на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Больше года его экипаж пробыл в плену талибов. Сегодня Герой России Владимир Шарпатов прилетел специально из Тюмени для того, чтобы стать частью кадетской истории. Наталья Худяева продолжит тему. Все согласно лучшим традициям под барабанную дробь и с выносом знамени в жизни кадетской школы происходит поистине историческое событие. Ей присваивают имя Героя России Владимира Ильича Шарпатова. Этого дня кадеты ждали с нетерпением. И вот оно, свершилось. Легендарный летчик не смог остаться в стороне. Сегодня он в числе почетных гостей. Для кадет, родителей и педагогов это большая честь. И мы понимаем, что получив имя Героя России, ваше имя, мы с честью и с достоинством будем продолжать традиции российского кадетства через свои общие дела и учебу. Это ко многому обязывает нас с вами и педагогический коллектив. И прежде всего, конечно, кадеты быть достойными и с честью, гордостью нести это имя по жизни. История его экипажа всколыхнула мир в августе 95-го. Самолет Ил-76, командиром которого в то время являлся Владимир Ильич, совершил принудительную посадку на аэродроме вблизи Кандагара. В Афганистане больше года экипаж пробыл в плену у талибов. Но благодаря стойкости и проявленному мужеству спустя год они смогли вырваться из заточения, угнав самолет прямо перед носом многочисленной вооруженной охраны. Тогда Владимир Шарпатов и не думал, что станет героем России. А в его честь назовут школу. Для меня это было настолько трогательно, настолько неожиданно, что я с трудом подбирал слова. На самом деле я волновался очень сильно. Да, это в моей жизни события просто из ряда вон выходящие. Героями не рождаются, ими становятся. Этому ямальских кадетов учат с младых ногтей. О патриотизме и любви к своей стране в этой школе рассказывают на живых примерах. Я очень горд за себя, за своих товарищей, за свою кадетскую школу. Ей присваивают имя такого знаменитого человека, великого героя Российской Федерации Владимира Ильича Шарпатова. Он поистине великий человек, он совершил такой подвиг. Люди очень нужны, на таких людей нужно равняться. И я думаю, что все будут равняться в этой кадетской школе на него. Места для подвигов есть всегда, только подвиги бывают совершенно разные. Подвиги бывают на войне и в мирной жизни. Лучше бы военных подвигов не было. Лучше бы все жили в мире. Сегодня Владимир Шарпатов живет в Тюмени. Герой России ведет активную работу по развитию кадетского движения в регионе. За последний год под его началом создано 8 кадетских классов. Военно-патриотическое воспитание молодежи для него в приоритете. То, что сделано у вас, это, конечно, большой шаг в будущее, в будущее патриотизма, потому что без патриотизма Россия просто не может существовать. В большой кадетской семье сегодня пополнение. Теперь в ее рядах есть настоящий герой. Владимир Шарпатов будет любимым и долгожданным гостем школьников. Герой России пообещал как можно чаще навещать подростков. Наталья Худяева, Артур Цвелюк, служба новостей «Импульс».